Пярщики подставили Трампа российскими МиГ-29 и АК-74. Пока б, конечно, мирового масштаба. После такого трудно поверить, что Трамп как-то холодно настроен к России. Но вот кому он действительно холодно настроен, так это к президенту Сербии. Ну, по крайней мере, Захарова уже успела неудачно пошутить по поводу встречи Трампа и Вучича. И показалось, что последний сидел как на допросе, а она опубликовала пост, за который впоследствии извинился сам Путин. Полтора миллиарда долларов в реструктуризации старого кредита. Такова цена дружбы Путина и Лукашенко. Сегодня у нас обзор недавней встречи двух темных сил. Еще в этом выпуске посмотрим обращение Тихановской к Путину. Господа, всем привет! Вы на канале Свежак. И с вами, как всегда, Чернокнижный. Максимально субъективный обзор новостей недели. В начале нашего новостного выпуска хочу поблагодарить за поддержку канала. Подписку и ваши лайки. Понеслась. В ядовитой истории с Навальным появилась таинственным образом переправленная бутылка его соратниками в Германию. Мнение народа поделилось на два лагеря. И скептики сетуют, что переправленная бутылка не оказалась бы из серии перехваченных таинственных разговоров. В ходе прямой линии губернатор Карелии Артур Парфенчиков ответил на претензии жительницы эпидкарианты Марины Шестиперовой, которая накануне спросила его, нельзя ли пораньше включить в городе отопление. В ответ глава Карелии посоветовал ей установить полы и пластиковые окна, потому что это не так дорого. Пиарщики подставили Трампа российскими МиГ-29 и АК-74. Как пишет издание USA-1, на плакате с призывом «Поддержи наши войска» изображено несколько силуэтов военных с оружием, на фоне которых пролетают три истребителя. Опрошенные политикой эксперты пришли к выводу, что на иллюстрации изображены российские фронтовые истребители МиГ-29, а в руках у одного из военнослужащих автомат АК-74. В прошлом американские политики сталкивались с подобными проблемами из-за размещения рекламы или создания контента, в котором использовалась военная техника России. В октябре прошлого года член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Брайан Маск, опубликал в своем твиттере фотографию российского атомного ракетного крейсера Петр Великий с комментариями «С днем рождения, ВМС США!» «Мы благодарим мужчин и женщин, которые служат для защиты наших морских пространств». Позже офис конгрессмена удалил этот пост, отмечает политика. Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп баллотируется на второй срок. Его главным соперником выступает представитель Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден. Можно предположить, что оплошность пиар-команды Трампа будет непримерно использована его конкурентом для обыгрывания темы тесных связей, действующего американского лидера с Россией. И как после этого Трампа можно назвать президентом Америки? Он явно иностранный агент. Ну и, собственно, кому он служит, вы уже и сами догадались. Если знаете еще президентов или других высокопоставленных чиновников, которые беспалево используют на своих предвыборных агитках нашу технику и оружие, а в следующих выпусках мы поднимем этот вопрос, пишите комментарии, а то они вообще уже охренели. Тыкают нам водкой и медведями, а у самих крыльцев пушков. Если вас позвали в Белый дом, а стул подставили будто вы на допросе, садитесь как на фото номер два, кем бы вы ни были. Просто поверьте. Ну, судя по этим словам, можно поверить, что только такие позы и помогают Захаровой хоть как-то справляться. Но зачем она обучит еще так стебет? Может, он ей понравился больше, чем просто политик, или она так решила завоевать его внимание? А когда запахло жареным в комментариях, а их там было более полутора тысяч комментариев, набрал ее этот пост в Фейсбуке, Захарова сказала, что ее пост был неправильно истолкован. Единственное, что в нем содержалось, неприятное высокомерное отношение со стороны исключительно. Ну, если говорить русским языком, то типа охеревший Трамп, попутавший все берега, должен вести себя, ну, попроще. Но мы-то с вами за Трампа знаем, кто он на самом деле. Я бы понял, если бы Захарова вторую фотографию, там, Крепкого Орешка, Чака Норриса вставила, или там, ну, не знаю, кого угодно. А хотя зачем Крепкого Орешка? Лукашенко с автоматом пусть и без магазина, но сидящего напротив Трампа. Вот тогда исключительность Трампа сразу же куда-нибудь, да точно бы подевалась. Путин, конечно, уже извинился за такое не очень, ну, скажем, не очень трезвое суждение по отношению к этому фото. Не очень трезвое суждение Захаровой. Политологи пишут, что Путин был очень зол на Захарова. Ну, конечно, обосрала Вучча с ног до головы, а потом извиняется за нее. Тут кто угодно бы на нее бы обозлился. На недавней встрече Путин озвучил меры поддержки, которые окажет Россия Беларусь. Стоп, стоп, стоп. Давайте честно. Правильнее будет говорить про меры поддержки, которые окажет Путин Лукашенко. Мы, как всегда, о таких важных решениях узнаем последними, да и нас особо никто и не спрашивает. Реструктуировать старый долг и дать новый. Такова политика Путина по отношению к... Ну, язык не поворачивается сказать по отношению к Беларуси. И тут лучше называть все своими словами. Такова политика Кремля, а может и лично Путина, по отношению к узурпатору Лукашенко. Ну, а как еще назвать президента, у которого в стране происходят вот такие вещи? Женщина сама виновата в том, что вытащила мобильный и начала снимать представителя темной власти. Верхушки уже прокомментировали этот случай. И он это сделал, когда народ... Он это, то есть, вот я даже не знаю, как его назвать. Когда народ мирно кричал, милиция с народом. Его поступок показывает настоящее отношение милиции к народу. И как можно наблюдать, оно не самое трепетное. В Минской кофейне «Аппетит» недавно дубинкой разбил витрину начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Николай Карпенков. Появилось еще одно видео уже изнутри этого кафе. Если вам есть что сказать по этому поводу, то напишите в комментариях о правомерности применения этого поступка. Вот смотри, чел просто шел. Давайте повязнем, говорят. Женщина, женщина. Здорово. Смотри. Посмотри, попались. Мы попались. Чё не сюда едешь? Чё вы сюда едете? Что они делали? Светлана Тихановская обратилась к Путину в связи с его встречей с Лукашенко. Тихановская заявила, что любое решение, принятое в ходе визита, не будут иметь законы и силы, а все договора, подписанные Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. По ее словам, граждане республики отказали Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. «Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с диктатором, а не с белорусским народом», – пишет Тихановская. Что же все-таки проспонсировал Путин? Поддержание экономики или репрессия? Может, вы знаете ответ на этот вопрос? Мы уже видели, что медийно Путин поддерживает Лукашенко. Я сейчас имею в виду визит пропагандистов Кремля и про знаменитый прямой эфир «Симоньян» про «Ничего не происходит». Протесты в Беларуси постепенно, накал страстей снижается, численность уменьшается. Мы в Минске находимся сутки, он совершенно не производит впечатление революционного города. Вот за эти сутки здесь нет, вот я смотрю сейчас по сторонам, нет абсолютно никаких, ни одного признака. А реакцию белорусских женщин на вот эту блевотину вы уже наверняка видели. Если нет, то предлагаю посмотреть. Женая белорусская горожанка. Перемен требуют наши сердца. Здравствуйте. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Да-да-да, ради бога, я только за. Мужик, громче говори, я после этих митингов оглохла нахрен. Вы не согласны с результатами голосования? Куда голым саванья? Я не слышу. Ну, на выборах. А, не, никто голым не выборал. Флаг у вас на лице этого из-за смены у государственной символики? Да не, это я за Спартак. Спартак! Тише, тише, я понял. Скажите, а чего вам не хватает? Денег. А кем вы работаете? Я? Я не работаю. Так что вас не устраивает? Честно, сиськи маленькие. А, ну а что же вы пошли на митинг против Лукашенко? А ты где-нибудь видел митинг против маленьких сисек? А вот говорят, что протесты финансируются из-за рубежа, и участникам много платят. Пи-и-и! Не финансируются? Мало платят. А, так что вас привело-то на митинг? ОМОН. В смысле? Мужики там крепкие. Уж обнимут, так обнимут. Кстати, я еще не замужем. Живе, Беларусь! Живе! Тихо, тихо. Спасибо, спасибо, что заглянули. Желаю вам поменьше митингов и побольше петингов. Не заблудитесь там в своих убеждениях. Вот совсем неуважаемый Тигран Киасаян. Я обращаюсь к тебе сейчас от лица всего нашего белорусского народа, который ты унизил и оскорбил, несмотря на то, что твои видео якобы сатирические. Я обращаюсь от лица не только женщин, но и мужчин, которые любят этих женщин, которые гордятся этими женщинами, которые оберегают этих женщин, видя, на какой подвиг они идут, каждый раз выходя на мирные митинги, каждый раз подвергая себя опасности, быть избитыми, изнасилованными, попасть в тюрьму или получить штраф или дубинкой по почкам. В твоем паспорте вместо буквы М должен стоять неопределенный род, потому что ты ОНО по-другому тебя не назовешь. Я очень хотела бы посмотреть, где была бы твоя сратая сатира, если бы ты попал на окрестины, тебя в сутки молотили бы, чтобы ты был черный от синяков, потом бы тебя пару раз дубинкой бы изнасиловали, ты бы поголодал, посидел бы в камере 3 на 3 метра, где 40 человек, в холод, без еды, без воды, ходил бы, мочился под себя. Очень бы я хотела посмотреть, как бы запел ты тогда, и какой бы сатирический, очень, по-твоему, видно, смешной ролик ты бы снял. Нашел какую-то немецкую непонятную актрисульку Шмакову и решил поиздеваться над тем горем и бедой, которая происходит у нас сейчас в Беларуси. А та, бля, хамуха, извинилась она. Да в жопу ты иди со своими извинениями. За три минуты ты текст получила. Может, и грим тебе за три минуты делали. Знала ты прекрасно. Что ты говоришь и как ты говоришь. Как пишет РБК, ЕС в ближайшее время введет санкции против значительного числа людей, ответственных за жестокость репрессий и фальсификацию на выборах, заявил Мишель. Он призвал белорусскую оппозицию и власти начать диалог. ЕС также рассчитывает, что в Беларуси будет проведено независимое расследование по поводу репрессий во время протеста. «Мы призываем белорусские власти найти мирное решение ситуации путем прекращения жесткости, деэскалации, напряжения и запуска инклюзивного диалога на национальном уровне», обратился к Минску глава Евросовета. В качестве организации, которая может выступать посредником в таком диалоге, Мишель назвала БСЕ. А Лукашенко. А Лукашенко, Белоруссия, вынуждена закрыть границы с Львовой и Польшей. Мало того, он заявил, что белорусской армии придется усилить госграницу с Латвией, Польшей и Украиной. По словам усатого фельдмаршала, он не знает, что выбросят западные партнеры дальше. Тема иностранного вмешательства уже, если честно, порядком заебала. Натовцы спят и видят, чтобы высадиться где-нибудь в Мухасранске, подмять под себя местных коррупционеров и отжать у них мусорный бизнес. А местное население оставит без запасов самогонки и соленых огурцов? Поработить все вымершие деревни, а всю секретную документацию по созданию самогонных аппаратов увезти к себе за границей для детального изучения? Кто хочет всех поработить? Кто иностранный агент Навальный? А почему у провластных пропагандистов недвижимость в странах, с которыми, ну, мягко сказать, натянутые отношения? Популизм. Иностранная недвижимость никакого отношения к делу не имеет. И вот такая вот круговерть, от которой несет уже ядовитым смрадом, лживыми лицемерными высказываниями. Ничего только в ней нет. Как пишет издание МЭШ, сотрудница ФБК Мария Перчик рассказала, что вывезла бутылки, на одной из которых якобы обнаружили следы новичка. А вот как это было. Сегодня соратница Алексея Навального поведала, как в Германии оказалась бутылочка, на которой был обнаружен яд. Мол, она с коллегами собрала вещи, включая несколько бутылочек из номера гостиницы в Томске. И потом вывезла их на том самом спецборту, который эвакуировал Навальный. При этом собирали по пакетам сразу много вещей. Это видно на этом видео в ГБК. Забрать текст полиции, мне сказал директор сейчас. Ну, к сожалению, не можно подчиниться этому призванию. Ту самую бутылочку об опасности, которой говорили изначально. В своих вещах ее провезла сотрудница ФБК, прямо в одном из чемоданов. Жена Навального все время находилась рядом. Субтитры создавал DimaTorzok Честно сказать, вообще какая-то мутная и ядовитая история становится еще более темной и запутанной. Почему об этой бутылке вспомнили почти месяц спустя и только после того, как Алексея вывели из фомы? В народе уже ходят доводы, что история с бутылкой напоминает историю с перехваченным разговором. Давайте посмотрим видео, которое я запостил у себя на странице Навальный. Пост набрал более 8 тысяч комментариев, и народ разделился на два фронта. Кто-то считает, что видео... кто-то считает видео постановочным, а кто-то продолжает верить в отравление именно новичком и именно из этой бутылки. Если вы что-то хотите забрать, через полицию, мне сказал директор сейчас. Ну, к сожалению, не можно подчиниться этому призванию. Продолжение следует... Смотрите. Если вы что-то хотите забрать, через полицию, мне сказал директор сейчас. Ну, к сожалению, не можем подчиниться этому требованию. Что еще мы видим? Бутылки никто не трогал руками. Нет. Только в перчатке, да? Что думаете по этому поводу насчет видео? Постановочно оно или нет? Пишите свое мнение. Губернатор сделал акцент на том, что Степерова живет не в аварийном жилье. Кроме того, на первом этаже. По мнению губернатора, частая проблема именно в том, тепло через пол уходит на улицу. Также Парфенчиков вновь упомянул, что в разных домах температура отличается. Кому-то холодно, кому-то нет. Несмотря на многочисленные жалобы жителей Теткарянты, Артур Олегович по-прежнему считает, что в Теткарянте тепло. Пока губернатор считает, что в Теткарянте тепло, то по-настоящему жарко было на вечеринке в честь дня рождения главы УРС-ТВ. Где известная всем бутарка Клиукоза почему-то решила засунуть палец в рот некому неизвестному мужчине. Во рту засветился не только палец, но и разное, но и разратное поведение добропорядочной жены и матери. Мужики, если вдруг окажетесь на вечеринке, а рядом будет глюкоза, то держите рты закрытыми, а то палец глюкозы может оказаться и в вашем рту. Господа, нас уже 231, сегодня был 10-й, 10-й юбилейный выпуск, и давайте уже дойдем до первой тысячи, всего тысячи. Понравился выпуск, ставь лайк, подписывайся, бей в колокол, чтобы не пропустить обзор новостей Слежакас за неделю. А если вообще понравился выпуск, то делай репост и рассказывай, друзья. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»